Тигровый питон Тигровые представители этого вида выглядят по-другому. Темно-коричневые пятна на оливковом фоне. Ген альбинизма рецессивен. Малыш, лишенный естественного окраса, родится только в том случае, если оба его родителя будут носителями этого гена. Вероятность такой мутации – 1 к 20 тысячам. Ген альбинизм И просто-напросто они погибают от голода. Поэтому альбиносов можно увидеть только в зоопарке. Ген альбинизм Один такой редкий питон альбинос живет в Гродненском зоопарке. Там же обитает и другой представитель этого вида с естественным окрасом. Питон альбинос пока еще меньше по размерам, но со временем он станет таким же крупным. Представители этого вида могут вырастать до 6 метров в длину. Молоденький тигровый питон альбинос появился в нашем зоопарке недавно, в марте этого года. Ему всего полтора годика, он родился в 2021 году. Первое время, когда он у нас появился, он прятался в горшочек, а теперь он уже смело так вот вылазит и лежит рядышком. Альбинизм Альбинизм – это неизлечимая болезнь. Повлиять на выработку меланина невозможно. Животное с такой мутацией навсегда лишено своей окраски. Отличительная черта альбиносов – красные глаза. Их радужка настолько светлая, что сквозь нее видна сосудистая оболочка, пронизанная капиллярами. Эта особенность хорошо заметна у питона, живущего в Гродненском зоопарке. У нас это мальчик, самец. По характеру он довольно агрессивный. То есть, когда его берешь в руки, это довольно сложно, поскольку он может бросаться, кидаться на человека. Он у нас гурман. На данный момент он кушает исключительно только мышек и кормит его один-два раза в неделю. Необычный внешний вид альбиносов им самим только вредит. Такие животные обречены на постоянные проблемы со здоровьем. У них снижен иммунитет, часто есть проблемы со слухом и зрением. Тигровому питону-альбиносу в Гродненском зоопарке создали отличные условия для роста. А вот в своей естественной среде он бы не выжил.